С чувством глубокого уважения и преклонения перед подвигом предков, с возложения цветов к монументу советским воинам началось торжественное мероприятие на гарнизонном кладбище Бреста. В этот день руководители области и города, военнослужащие, представители общественных объединений, ветераны, а также гости из Российской Федерации собрались здесь с почётной и важной миссией, которая сплотила многих людей – открыть аллею памяти. «Мы едины пониманием того, что Родина – это не нечто мифическое, а то, что должно быть каждого в сердце. Если ты в это веришь, ты веришь и в победу, в то, что нас объединяет. Это единство духа, героические подвиги, которые были во время Великой Отечественной войны, когда ценой своей жизни спасали тысячи людей и много других примеров». Теперь на уникальном в историческом плане гарнизонном кладбище, где нашли своё последнее пристанище воины Советской армии и герои Советского Союза, появились гранитные плиты, на которых увековечена память о белорусах, россиянах, ингушах и чеченцах, защитниках и освободителях Брестской земли. «Мы вместе боролись с фашизмом, мы вместе победили. Это наша общая история. И то, что сейчас руководство Брестского горосполкома поддержало инициативу российских регионов по созданию аллеи памяти героев, погибших здесь на Брестской земле, защищая нашу родину, конечно, заслуживает большого внимания и высокой оценки». С инициативой увековечить память своих предков, которые сражались в годы Великой Отечественной войны за мирное небо и светлое будущее, но навеки сложили головы на территории Беларуси, выступили представители республики Ингушетия и Чеченской республики. «6 мая 2006 года мне довелось в составе правительственной делегации принять участие на официальных мероприятиях здесь, в городе Брест. Тогда нам не был затронут вопрос об установлении памятных плит с целью увечения памяти уроженцев Чечена Ингушетской эссер, призывников Чечена Ингушетской эссер на территории города Брест. И сегодня, через 17 лет, вопрос решен. За что хочется выразить огромные слова благодарности? «Я, честно говоря, горжусь, что представители Ингушетия – это небольшой народ. В то время нас было всего лишь около ста тысяч человек, когда началась война. Из них свыше 15 были в армии. И так получилось, что и в Брестской крепости они оказались. Они вместе сражались, вместе погибали. При этом, проявляют чудеса, героизм, храбрости». Начало аллеи положено, а её создатели надеются, что традиция будет сохранена и в ней найдут отражение все национальности, которые внесли в свой вклад в великую победу.